Утка индийский бегунок. Описание. Разведение домашней птицы на текущий момент стало доступным бизнесом для многих. Она неприхотлива, быстро растет. Кроссы бройлеров уже к полугодовалому возрасту приносят большое количество вкусного мяса при небольших затратах корма, а не сушки радуют. Заводчика большим количеством яиц. Типичными пернатами для Восточной Европы считаются куры, гуси, утки и индюки. Домашняя утка давно уже стала привычным обитателем дворов и ферм, однако в последнее время стали появляться экзотические породы. Индийские утки-бегунки, отличающиеся необычным для птицы внешним видом и характеристиками, кроме высокой продуктивности, еще и привлекают посетителей мини-зоопарков или водоемов. За счет этого бизнес по разведению уток-бегунков становится прибыльным. Индийские бегуны-утки были выведены около двух тысяч лет назад в Юго-Восточной Азии и нашли там широкое применение, оттуда и первая часть их названия. В Европу животные были привезены только к 19-ти для зоопарков. В СССР утки попали в 1926 году, где за сходство с пингвинами в народе прозвали пингвиновыми утками или пингвинками. Со временем образовалось номинальное обозначение вида «индийский бегун». Уже в России уток применяли для селекции других домашних видов, их поголовье среди остальных животных было незначительным. Со временем начали появляться заводчики, разводящие породу ради яиц. Описание утки «индийский бегун» Внешне индийские утки-бегуны сильно отличаются по сравнению с привычными домашними образцами. Их отличает вытянутое, длинное тело, напоминающий по форме цилиндр, за что иногда их называют бегающими бутылками окрас радужки. Может быть ореховым млекорим плоская передняя часть черепа и загнутая задняя кожной складки и вокруг черепа не отвисает в ходе данная. Птица практически вертикально, удивляя прямой осанкой и стройностью, округлой грудная клетка и бока, живот похож по форме на цветок. И не выступает за пределы грудной кости, спина изгибается в районе шеи, шею птица держит вертикально, длина шеи равна примерно третье. Длины всего туловища, клюв равный по длине голове клиновидной формы, крылья плотно прижаты к туловищу, рулевые перья опущены. При этом не достают до земли, лапки птицы имеют схожие с пингвиньями. Утка и индийский бегунок к птице относятся к яичной породе. Несушка может приносить от 200 до 350 яиц в год, что является одним из лучших показателей среди уток яичного направления. Утиные яйца по сравнению с куриными отличаются большей массой, а нестись уточка начинает с полугодовалого возраста. Масса селезня достигает 2 кг, уточки немного меньше – 1,7-1,8 кг. Утята в возрасте 8 недель весят до 1,5 кг. Для роста птица не требует значительных затрат на корма, на 10 яиц нужны 2 кормовые единицы, для увеличения веса на 1 кг – 4,5 единицы. Важно! Данный вид уток обладает большим количеством окрасов, и их скорлупа тоже может меняться в зависимости от цвета самой птицы. Индийский бегунок – утка, которая поражает не только своей осанкой, но и цветом пиения. Самый характерный окрас получен из дикой природы. Голова и шея самца ярко-зеленого цвета, грудная часть красноватая, между шеей и грудью светлое кольцо. Крылья серые, а хвост черно-зеленый. Клювы у самцов зеленые, у самок – желтые. Самки также отличаются коричневым окрасом перьев. Самцы форельного цвета имеют белое кольцо на зеленой шее, грудь красного цвета, спина гораздо темнее, крылья обычно серый, а клюз светло-зеленый. Самки отличаются оранжевым клювом, коричневатыми перьями, на туловище окрас немного светлее. Серебристый окрас с дикими примесями у селезни отличает их туловище белым цветом, черной головой, переливающейся зеленым, светлыми крыльями и серо-зеленым клювом. Самки чаще всего обладают белым окрасом. При белом окрасе самец и самка полностью покрыты светлыми перьями. Клювы лимонного цвета, черная разновидность, полностью покрыты темными перьями с изумрудным переливом. Менее характерные окрасы – коричневый, голубоватый, пятнистый перья или многоцветный окрас. Чтобы определить полутки, стоит обратить внимание на половой деморфизм. Животные диких и пятнистых оттенков легко отличаются по наличию белых пятен в опереи. При других окрасах стоит обратить внимание на цвет лапы клювика. У самок они светлее. Также селезни отличаются загнутыми хвостовыми перьями и хриплым голосом. Голос самок – типичное кряканье. Самец и самка у птичек есть плохая повадка, пугливый характер. При первых признаках опасности они начинают сильно шуметь и убегать, в некоторых случаях даже пытаются улететь. Особенности разведения Несмотря на то, что их привезли из мест, которые отличаются более высокой среднесуточной температурой и отсутствием зимы, утки прекрасно переносят неблагоприятные климатические условия. Их без проблем можно разводить как в Московской области, так и в Краснодарском крае. Важно! При содержании в холодном помещении продуктивность уток будет снижена. Ключевым нюансом выращивания птиц является наличие водоема. Утки могут долгое время проводить в нем, чистя перья плавая. Однако не погибнут из-за его отсутствия подойдет и сухой выпас, но при этом покров будет загрязняться, провоцируя болезни. Птиц можно отправлять на свободный выгул при наличии достаточной территории. Одна птица потребует до 10 квадратных метров зеленой площади. При этом они сами найдут себе пищу, будут прекрасно кормиться мелкими насекомыми, слезними, червями и травой. Кормление сухими добавками в таком случае целесообразно ограничить одним разом в день. При этом стоит следить, чтобы пернаты не пробрались в огород, так как могут быстро съесть все овощи. Рацион уток пингвинов схож с типичным для сельскохозяйственных птиц и содержит комбикорма, зерна смеси, битую скорлупу или ракушки, кисломолочные мешанки, травяную массу, отходы фруктов и овощей, вареные овощи, витамины и минералы. В холодное время года стоит добавлять птицам в корм зеленые травы, шпинат и чаще их кормить. Для увеличения поголовья на зиму выбирают до пяти крупных и продуктивных самок и одного здорового селезня. При отборе животных стоит осмотреть тазовые кости и туловище. Лучше всего оставлять животных с развитой грудной клеткой, широким тазом, крупным животиком и лоснящимся жирным оперением. Индийские бегуны и селезни способны начать осеменять самок, начиная с полугодовалого возраста. Показатель оплодотворенного количества яиц приближается к 90%. Яйца индийского бегунка на сетке из пингвинок прекрасные, отличаются прекрасной усидчивостью. Они будут защищать свое гнездо во что бы то ни стало. Однако из-за небольшого размера не стоит подкладывать под одну на сетку больше 10 яиц. При инкубировании вылупляемость утят бегунков до 80%, при естественном способе до 95%. Преимущества и недостатки породы. Исходя из описания породы уток индийский бегунок, к их преимуществам относят экзотичный внешний вид, прекрасно подходящий для зоопарка или сада. Другими плюсами разновидности считают птица приносит большое количество яиц, очень здоровье и устойчивая к болезням утята быстро. Развиваются, нетребовательны к качеству и количеству корма, большой приплод, вкусное мясо, не имеющие запаха тина и содержащие до. Третьи жира, яйца нетипичных цветов, молодое поголовье пользуются большим спросом. К недостаткам относят сложности с нахождением себе подходящего племени высокую пугливость птицы. Для некоторых птицеводов это играет большую роль, другие закрывают на минусы глаза. Как бы там ни было, порода имеет право на разведение в любом хозяйстве, хотя бы потому, что у нее вкусное мясо и приличная яйценоскость. И на этом можно заработать неплохие деньги.